Какой он царский гриб и где его искать и что значит тихая охота? В южноуральских лесах появились опята и грузди, стартовал грибной сезон. Где собирать и как готовить деликатесный продукт без вреда для организма, узнавал наш корреспондент. Вот он взял или срезал, или просто берешь вот так движением, крутнул, чтобы грибницу не нарушить. Чистый грибок. Дожди прошли, стартовал долгожданный сезон тихой охоты. Лесного урожая в этом году должно хватить на всех, говорят опытные собиратели. Главное найти правильное место. Заядлый грибник с многолетним стажем Николай Мамай точно знает, как вернуться домой с полным лукошком. Весна затянулась у нас на неделю, на две, так что и с грибами немножко заминка. Белый гриб – это самый хороший гриб. Он считается у нас как царский гриб, там названий много в нем. Он очень хорош. Жарить, сушить, варить, мариновать – все с ним можно делать. Ну, под березовик и под осиновик, конечно, больше идут на жарку. Ну и также можно сушить, но уже принято, что белый гриб. Вот грузди в основном идут на засолку лучше. Ну и люди и суп парят, можно его тоже использовать во всех видах. Главные атрибуты настоящего грибника – нож, длинная палка, которую удобно искать в маслятой грузии, не повреждая при этом грибницу. И, конечно же, корзина. У Николая Николаевича она изготовлена своими руками. Мужчина уверен, собирать лесные дары безопаснее всего именно в плетеное лукошко. Ведра и целлофановые пакеты могут сделать скоропортящийся продукт опасным для здоровья. Аккуратно, без шума, без крика. Почему и зовется «тихая охота». Потому что, как уже наука сейчас доказывает, что грибы даже имеют или могут передавать друг другу, что скажут, что за тобой идут. И остальные прячутся, да. Грибниками не рождаются, грибниками становятся. В детском саду номер 131 проходит необычное занятие. Малыши обучают основам тихой охоты. В игровой форме разъясняют, что съедобно, что нет. И как отличить поганку от боровика. Я в красной шапочке расту среди корней осиновых. Меня увидишь за версту. Зовусь я... Подосиновик. Подосиновик. Все эта работа проходит в виде занятий, досугов, развлечений. И благодаря этой работе дети умеют различать съедобные и несъедобные грибы, лекарственные растения, способы их применения. И тем самым у нас повышается уровень экологического воспитания дошкольников. Главное правило – не уверен, не собирай. Подозрительный подберезовик лучше сразу выбросить и обязательно помыть руки. Так как даже прикосновение к некоторым ядовитым грибам опасно. Остерегаться следует и старых. В них часто присутствуют продукты разложения, пагубно влияющие на организм. Для взрослого, здорового человека – это пожалуйста. Ешьте, что называется, как хотите. Но для маленьких детей, детей в возрасте до 7 лет, грибы не рекомендованы к использованию. Из-за того, что кроме вот этих полезных веществ содержится хитин, который практически для незрелого желудочно-кишечного тракта ребенка невозможен для переваривания. Отварили, вообще грибы для детей варятся 3 раза по 15 минут. Вода сливается. И потом они жарятся, тушатся, ну или там в пироги добавляются. К слову, эксперты считают грибы диетическим продуктом. В них содержится множество витаминов группы В и до 20 аминокислот. А блюда с опятыми, маслятыми, груздями по праву занимают одно из первых мест в списке любимых у многих людей. Среди таких и домохозяйка Татьяна Самойлова. В кулинарной копилке у женщины множество грибных рецептов. Например, маринованные шампиньоны по-корейски. Сегодня мы будем готовить грибочки по-корейски. Это любимое блюдо, которое я готовлю по праздникам и которое очень нравится моим друзьям. Для этого нам понадобится килограмм грибов, пол-литра воды, специи, чайная ложка красного перца, черного перца и кориандр. Соль, сахар, уксус и растительное масло. Грибная пора только началась. Те, кто знает толк в тихой охоте, говорят, в березах самые урожайные места. Где мухоморы и муравейники, там растут белые. В сухое лето гриб жмется к стволу, а в сырое наоборот. Главное не забывать, не все полезно, что в лукошко полезло. Мария Ефимова, Вадим Бутаков, Александр Мургунов. Информационная служба медиагруппы «Знак».